Всем привет! Начинаю свой дневной влог. Утренний влог не получилось. Мы с Настюкой варим суп. Гороховый, кстати. Музыкальный супчик. Настя у меня чистит картошку и морковку. Наверное, целая курейка варится. Что-то криво, кривовастые как-то стоите. Сегодня это наводило порядок в том шкафу. Нашал себе вот такую лапшу. Дорогая. Я помню, сколько я ее покупала, больше сотки она стоит, вот эта пачка. 300 грамм здесь. Рисовая лапша. Хочу сегодня ее сварить себе. Японская лапша. Ну попробуем. А что, слушаешь? А ты уже ничего не слышишь? Ну я-то могу. Давайте я сюда поставлю. Так, сейчас я уберу бананы. Бананы уберу. Видно? Видно. И, кстати, Настя всегда помогает готовить. Всегда. Пока валялась в Питере в больнице, она у меня сама готовила супы. Я, наверное, научила по WhatsApp. И вот она у меня по WhatsApp готовила борщи, щи и какие-то еще, да, Настюш? Что там еще какие-то супы были? Не только же щи и борщи два с половиной месяца варила. Что-что там вроде там, да? Не помню там, да. А, макароновый, рисовый, рассольник даже варила. Фикаделькин варила. Вообще, она умеет у меня уже готовить. Умница. Я в 14 лет не умела столько супов варить. И вообще, умела ли я вообще что-то варить в 14 лет? Не помню. Ну, а что делать? Она умница. Где-то там валялось два с половиной месяца, блин. Я люблю, когда в гороховом много морковки. Он ярче. Горох всегда замачиваю, чтобы он хорошо разваливался в супе. Ну, давно я такие влоги не снимала, что готовлю что-то. Я поначалу, как только начинала снимать. Ну, там есть видюшки, где я там что-то готовлю, что-то делаю. Закрутки там. Какой чай? Молоденький? Молоденький? Молоденький. 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 Я жарко поставлю. Тут целая курятина, Юлия. У нас такой семейный. Еще в больнице такая мама звонит. Мам, как варить борщ? Ну, по ватсапу, видео-феста есть. А соседи пополочили, ну ты у тебя дочка, молодец, такая помощница, сама уже готовить. А второй раз уже такая говорит, я буду сегодня варить борщ. Я говорю, ну давай помогу. Нет, я сама. Ну, молодец. Я говорю, что давай, звони, спрашивай. Ну, так-то. Помощница. Моя помощница. Когда дочка есть, она ближе к маме. Дочка всегда ближе к маме. Ну, короче, накопила, блин, две светские бананы. Буду как макаков скоро. Сегодня, ребят, не буду я, короче, перцы эти есть не хочу. Сегодня нет. В следующий раз. Сегодня у меня будет другой обед. Пятница уже. На первого, да? Какое сегодня число? Второе. А, сегодня, Настя, сегодня второе. Сегодня будут тебе очки-то прийти. Я думала, завтра второе число. У нас еще одно по поделению и другую. Ну, да. И по завтра. На Алике. Короче, я там уже, это... Сколько времени? Ну, не знаю. У меня даже там не написано, что она уже в отделении. Короче, там что-то нету такого. Может, еще и не писать. Что она здесь. Очки такие маленькие. Моднячьи у нее там. Красные, по-моему, ты выбрала, да? Прикольные такие вообще. Я потом, ну, она хочет сама вам показать, какие это. Ну, когда придут, когда она получит. Сама хочет пойти и потом покажет. Я как-то заказала очки медлета, уже кончилось. Покупать очки медлета. Я знаю, но они просто потом будут валяться или сломаются. А что-то мало картошки-то? Совсем мало. Что, что вышло? А что, больше нету? Да. Нужно идти на дачу за картошкой. А? Идти надо на дачу. Завтра пойдет Леша на дачу за картошкой. Один чесноковый что-то остался, да? Да. И лук. Я свекла. А, еще свекла есть. И на очередь. Ага. Ну, ну, дальше надо сходить. Так, картошка есть. А, кстати, где его? Фиенок? Да. Он, вроде, был в деревне. Да? Да, там, это, там, Леша брат, короче, еще один. Ну, дядя Вася, который был, брат еще, вот, он ему делает печку. Они там дом купили в деревне, он им делает печку. Они, вроде, как там зимовать собираются, не знаю. Зимовать. Да. А потом он будет жить, короче, на станции. Ну, где Оля шла. Кто? Юля будет там жить. Где Оля жила? На станции. Ну, наша? Да. Твоя Оля. А почему там? Ну, а что? 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 Да. Ну, там, за квартлату надо платить. И что, пустая квартира будет стоять? Да. А так человек не едит и платит. Все. Вполне нормально. Ну, может быть, надо еще побольше гороха что-то. Мало. Всегда поласкаю, чтобы это, крахмал не уходил. Уже потёрла мне, да? Да. Ну, споласкивай тогда этот. Как его называют тёрку. И сегодня у нас будет длинный влог. Наверное, я так думаю. Ну, если мне не верить, то не будет тюрьма. Потому что с ловарным запасом он тоже саджается иногда. Ну, вот, как можно сварить? Сейчас, секунду. Что, Настя, ты уже закончила? Да. А я сейчас вытащу курочку, надо будет разбирать. А, я должна разбирать, да? Вот так вот. Все я сама, все сама. Аки пчела. Аки пчела. Аки-аки. Хуя-аки, блядь. Аки-аки. Аки-аки. Все, Леша у меня поехал, короче. В первый день сейчас полезу в подземелье. В шахту спускаться. Переживаю за него. Первый раз в своей жизни все уже прошел. Там и врачей, и все. Все окей. Переживаю, не страшно. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет отлично. Народ, все будет отлично, как обычно. Переживаю. 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 Гороховый супец. Музыкальный супец. А скажите, почему его называют музыкальный суп? Напишите мне, пожалуйста. Почему гороховый суп музыкальный? Мне вот интересно. Мне вот интересно. Кстати, Ангелинка нашла меня в БК. Что-то я не видела никаких оповещений. Я даже сегодня, по-моему, туда и не заходила. Только утром. ТЫ-ТЫ-ТЫ-ТЫ-ТЫ. Сегодня, короче, ходили бы магнитно. Посмотрела чайники заварочные, сколько стоят. Ну, мне такой нахрен мне нужен, такой огромный. Он такой стеклянный, короче. А внутри стоит такая, это, как типа, фильтра, знаете, чтобы не филя вот эти не выплывали. Он стоил 750 рублей. Нахера мне такой чайник. Я таких 20... А, кстати, в SexPrice сегодня младше посмотрела, есть там чайник. Одни из контейнера, знаете. И всё. А чайника, наверное, не видела. Просрала в лицо чайник. Даже два. А теперь хожу... О, натерывала дольше сколько морковки. Я люблю, чтобы он, ну, гороховый суп, чтобы он, знаете, такой оранжевый, прям насыщенный. Я варю большую кастрюлю, потому что... Ну, я рассказывала, что собака, ну, с нами вместе, как бы, нашу еду ест. Она не ест, там, корма, не ест... Я варила как-то ест с этого, с крупы, добавляла куриные ноги, вот эти лапы. Добавляла рыбу даже. Нет. Крупу вот с рыбой, да? С этими. Нет, она не ест. Она ест только то, что я готовлю для семи, знаете, такой упаковок. Добавляю бульон с этого, чтобы тушилась морква, морква моя. Вот так. Я такая сейчас Леша говорю, я говорю, это... Туда, говорю, спустишься, пофоткай мне. Дуло, блядь. Пофоткай мне там, говорю, как там в подземелье там вообще? Он такой-то, говорит, что гонишь, что ли, там же такие, говорит, температуры, но там же нефть. Я, говорит, телефон выключу, шкафчик уберу. Ага, точно. Я что-то вообще не подумала об этом. Пофоткай, да, будет там ходить, короче. Фоткать такое, знаете. Да, да, да. Очень смешно. Моя тарелочка для мукбангов. Кстати, в фикс-прайсе столько всяких разных тарелок. Я потом прикуплю себе мукбанги. Че, блин, вообще нормально. Я вот ее расчленила, курицу. А крылья я никогда не вытаскиваю. Ноги, ну, чтобы мясо сделать, грудинка, остов варила. В остове тоже мясо. А крылья у меня всегда плавают. Я никогда их не это сам, я потом Леша накладываю, он их это грызет. Хотя раньше я никогда никому не давала крылья, сама съедала. Хе-хе-хе. Сама грызла. Люблю грызть все кости, знаете. Вообще. Просто маньячка костяная такая. Костяная маньячка. Горошек кидаем, в первую очередь горошек. Ребята, уже есть хочу, короче. Ела вот этот мой лучший суп. А сколько я ела? Я уже не помню. Девять, что ли. И полдевятого утра. В общем, жрать хочу. А время уже. Здесь мы третьего. У меня ни в одном глазу. А еще вариться, будто бы. Что мне поесть-то, я не знаю. Салат замусить. Сегодня, короче, это. Хотела купить себе мою сметану. Десяти процентов не было, блин. 15 процентов, 25 процентов. Тут бабки. Моей не было. Сюда ставлю, короче, чтобы стекало. А потом убираю туда. Ну, сколько. Ой, я люблю пулочку. Обожаю. Обожаю пулочку. Так, 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 так. Накипело мне потише. Не солю. Я сразу предупреждаю своих, Лешу, Настю. Но я не солю. Если я буду есть то, что я готовлю, допустим, с ними, я не солю это. Если я готовлю себе отдельно, а им отдельно, то, соответственно, солю. Они уже привыкли. Ну, вот, а сначала вот, ты сейчас не будешь солить, а оно это, ну, соленое не будет, ну, только бульон будет соленое, остальное все будет не соленое. Я говорю, ну, извините. Я говорю, подсолите. Я говорю, я соленое есть не буду, мне нельзя. Он говорит, мне нельзя. Я говорю, я вам тоже хожу на встречу. Я говорю, вы мне, пожалуйста, тоже идите на встречу. Вот так. Выкупила горох, а я не знала, короче, я тут навела ревизию. Оказывается, у меня две пачки гороха, обе открытые, все почти целые. Купила еще и третью сегодня пачку гороха. Куда мне столько гороха? Не знаю. Ну, ладно. Че, че, че уже сказать-то? Че не скажешь уже? Че сказать? Вот так вот вас поставлю. Вот так вот вас поставлю, короче, и буду разбирать курицу. Она еще горячая, конечно. Косточки собаки. Косточки собаки. Бананы, бананы, бананы. Ох, уже она здесь. Уже тут как тут. Посмотрите на нее. Уже ждет косточки. Кто косточки ждет? Белка? А? Белочка косточки ждет? Ну-ка сидеть. Ой, ты моя умница. Косточки сейчас тебе будут, да. Да. Косточки сейчас будут для белочки. Все правильно. Не упадете, я надеюсь. если белка вас не уронит. Да еще рано белка, она еще горячая очень. Еще очень горячая. Вот это еще целая миска супа, дорогая моя. Кто будет супчик-то кушать? Вот это вот косточки, они уже холодные. Сама вот эта вот шея вот эта вот, она еще горячая. Шею я оставлю. Кто любит гуски куриные? У меня мама любит гуски куриные. Ой, белка еще горячо, а я пока сейчас не буду больше. Вот эти гуски куриные. Я очень любила, а сейчас они очень жирные. Нельзя. Еще же Костя обглоды была на камеру. Нормально. Мукбанк. Она даже не соленая, не жареная. Вкусная. Может быть, потому что я голодная? Ой. Она небольшая курочка-то была. Килограмм 200, что ли. У нас, кстати, сейчас на курицу акция идет. В магните. Не помню, 103 рубля, что ли, штука. Или килограмм 103 рубля. Ну, дешево, короче. Это очень дешево. Позавчера, короче, купила у нас тут в магазине овсяное печенье. Обычное. Взяла, короче, половинку печенья. А там голимый сахар прямо на зубах, короче, скрипит сахар. Думаю, нет. Я даже эту половинку не стала доедать. Сегодня поехала. Мы поехали в магазин. Купила себе овсяное фруктозе с шоколадом. Пачку. Ну, нафиг этот сахар. Я раньше, знаете, как-то вот ела сахар. Я не замечала. Я обожаю профессиональное печенье. Просто обожаю. Я не замечала, что в печенье столько сахара. Просто килограмм. Прямо так это чувствуется, когда, знаете, не ешь сахар. Очень чувствуется. Вот. Думаю, ну его нафиг. Оказывается, мы столько вредного едим. Соль, сахар. Это все такое вредное. Да. Кто не курит, тут не курит, тут здоровеньким помрет. Ну да. Наверное, это ко мне сейчас относится. Сейчас, ребят, упадет у меня курица точно. И белка ее сожрет. Надо жевать. Сейчас пока курицу разбираю, все мясо сожжу. Хе-хе. 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 У нас все уже короче. Масочный режим. В этом, в ярми, короче, все в масках лазают. Знаете, молодые причем в масках, а пожилые, блядь, без масок. Хотя они, ну, в группе риска больше, чем молодежь. Правильно? Что за люди? Как горячо, а? Ну ладно, ребят, пока буду разбирать курочку. Увидимся мы с вами на моем банке. Пока. Пока. Спасибо.